Всем привет! Сегодня покажу магазин FixPrice, где чаще всего бываю. Адрес Москва, Руднево, дом 2. Так, давайте начнём со входа. При входе очень много детских товаров. Давно уже, кстати, у нас всякие снежка-болы. Вот он наверху, 77 рублей. Окей, игрушка для лепки и бросания снежков за 99. Вот про неё отзывы слышала, кстати, не очень хорошие, что не очень она качественно снежки вылепливает и бросает. Всякие ледянки. Самая дешёвая вот такая ледянка, малая. У меня, правда, нет маленьких детей, поэтому я это всё не покупаю. Неплохой отдел, кстати, с книгами наверху, литература для взрослых. Но у меня есть электронная книга, поэтому я не покупаю. А вот внизу, смотрите, для детей вполне себе неплохие книжки. Пазлы, книги пазлы. Мне кажется, FixPrice, вот самая дешёвая, наверное, цена на подобные вещи. Потому что как-то покупала в подарок знакомым. Мне кажется, на лабиринте вся эта детская литература стоит подороже. Так что вот это покупать мне кажется, в принципе, выгодно. Появилось у нас два варианта зеркал. Зеркало настольное вот такое. Это я там отображаюсь. Смотрите. В принципе, мне кажется, довольно удобное. Как оно у нас сделано. Идёт само зеркало. И когда оно будет раскладываться, внизу, видите, вот такая чаша. Можно хранить, например, косметику или украшения. Единственное, мне кажется, такое немножко как-то простенький, детский даже дизайн. Ну, это моё исключительно мнение. Вот это зеркало уже, можно сказать, для взрослых. Зеркало настольное с подсветкой. 199 рублей. Вот это вариант поинтереснее. Но у меня есть гораздо более удобное зеркало из магазина Ikea. Как-нибудь вам покажу. Хотя, в общем-то, показывала, когда показывала туалетный столик. Поэтому, честно говоря, для меня это не актуально. Много разных заколок. Знаете, я обращала внимание вот на такие. Всё думала, купить, не купить. Смотрите, вот такой наборчик. 77 рублей. Видите, они в таких блестяшках. Но потом подумала, что у меня волосы тонкие. И заколки эти слишком для них как бы крупные, большие. Ну, как-то не знаю. В общем, думала, думала. В итоге не купила. Очень большой у нас выбор расчёсок. Кстати, расчёски, мне кажется, в фикс-прайсе не самые дешёвые. Смотрите, вот 99. Рядом вот такая новогодняя 149. Но я её, знаете, рукой потрогала. Она очень-очень жёсткая. Прям очень жёсткая. Мне кажется, вот это вообще не вариант. Так, вот такие за 149 и 199. Ну, тоже как-то, не знаю, средненький. Честно говоря, для себя даже никакого более-менее приличного варианта не вижу. Но если только вот такой за 149, давайте потрогаем. Ну, вот это да. Это ещё более-менее мягкое. Ничего. Смотрите, что появилось в моём магазине. Не знаю, надо вам такое. Нет. Спонж для макияжа с футляром. 149 рублей. Смотрите, как выглядит. Мне кажется, здесь вот такой, в принципе, классический спонж, как в фикс-прайсе. Он сейчас продаётся за 99, но, по крайней мере, похож. Вот он, чуть выше. За 99 рублей. Этот чуть побольше по размеру. Я не знаю, удобно будет пользоваться, как вы думаете. Ну, вот не знаю. И к нему идёт футляр. В принципе, футляр неплохой, с вентиляцией. Получается, ну, грубо говоря, 99 рублей платим за спонж и 50 за футляр. Но, может быть, и имеет смысл. У меня, правда, есть, где хранить такой спонжик. Кто-то уже, наверное, видел, когда я показывала туалетный столик. И в конкурсах разыгрывала. У меня есть такие куриные лапки. У нас, кстати, появились опять вот такие контейнеры для, смотрите, для кисточек. Я в прошлый раз даже не стала себе такой покупать. Хотя знаю, что многим они нравятся. Мне кажется, он очень громоздкий. Но, по крайней мере, на моём туалетном столике он будет занимать очень много места. И как-то, не знаю, немножко он для меня бессмысленный. Так, ну вот стандартные разные контейнеры. И вот такой вариант. Он, по-моему, появился ещё до Нового года. Это, правда, для ватных палочек. Такой, видите, со всякими блестяшками. Ну, не знаю, мне что-то не очень нравится. В отделе ухода, что меня заинтересовало, вот хочу показать. Это вот такие Уилсон Проф. Появились профессиональные бальзамы, профессиональный шампунь. Цена у нас стоит, правда, только на бальзам 77. Я думаю, шампунь стоит столько же. Огромный объём. 470 миллилитров. Но вот шампунь, ну, жидкий, конечно. Не знаю, как волосы будет промывать. Смотрите, сзади ещё вот синие есть бутылки. А, это тоже бальзам. То есть бальзам есть в синей, в красной бутылке. Ну, не знаю. У меня сейчас, конечно, шампуней и бальзамов много. Так что я покупать не буду. Вот эта белая коллекция, кстати, вот про которую меня спрашивали. Вот она у нас появилась в магазине. Подсвечники, да, видимо, вот такая вот лампочка светодиодная в таком минималистичном дизайне. Бюсты и ангелочки. Я знаю, что многим очень нравится. А, смотрите, ещё декоративная фигурка. Вот такая птичка, да. Ну, многим это нравится. Но как-то вот, честно, я не любитель таких фигурок. Особенно вот бюст такой. Я не знаю, куда такой бюст можно поставить. И даже вот эта лампочка, хотя я любитель минимализма, но как-то она меня, честно говоря, не впечатлила. Кстати, видите, у нас в магазине вон там лампа мигает. Постоянно здесь мигает свет. Это, кстати, не очень комфортно для покупок. Из сладенького хочу вам показать, что у нас появились вот такие, смотрите, солнечные россыпи, называется. Со вкусом лимона. Дрожжи с витамином С. Это просто такие будут сахарные, как бы лимонные шарики. То, что вам все мелькает, отсвечивает, это вот та мелькающая лампа, которую я вам показывала. Она как раз здесь рядом. Кстати, цена вот такого дрожжа солнечной россыпи 200 грамм 27,50. А вчера была в гипермаркете Глобус, там точно такая же упаковка, стоила около 50 рублей. Вот так. Знаете, что хочу вам показать? Вот в отделе для кухни появились у нас две новинки. Не знаю, вот вам интересно, такой нужен. Я, наверное, не буду себе покупать. Смотрите, вот мешок для замешивания теста 6 в 1. Видите, это будет вот такой силиконовый мешок, похож на большую силиконовую рукавичку. Вообще, в свое время хотела на Алиэкспресс заказать, но потом посмотрела отзывы, что все, кто покупал, знаете, как-то его забрасывали и им не пользовались. То есть надо туда все ингредиенты складывать и как бы тесто мять. Ну, не знаю, мне кажется, не очень удобно. Еще появилась у нас вот такая вот штука. Смотрите, мешок для запекания картофеля. Стоит он 99 рублей. Сзади инструкция, что производитель нам рекомендует очистить 3-4 картофеля. Давайте вам покажу инструкцию, кому интересно. Сложить их в этот мешок, положить в мешочек, разогреть в микроволновке 4-5 минут и достать приготовленный картофель. Вот такой интересный мешок. Давайте этот аккуратно повесим. Но здесь кто-то, смотрю, уже один мешок открыл. Ну, давайте, раз он открыт, и посмотрим, как он выглядит. Так, все у нас, правда, отсвечивает. Видите, вот такой какой-то тканевый мешок. Да, просто тканевый мешочек из такой, знаете, плотной как бы ткани. Смотрите, знаете, как делают вот всякие прихватки для кухни и так далее. Или похож на мешок для обуви детский, но только такой пухленький, как будто внутри что-то есть. Кстати, состав интересный, из чего у нас изготовлен хлопок и полиэстер. Не очень большой, я не знаю, получится ли в таком мешке запечь картофель, как нам рекомендует производитель. Кстати, стоит он не так дешево, 99 рублей. Еще появились у нас вот такие емкости для специй. Смотрите, баночка одна стоит сколько? 99 рублей на 190 миллилитров. И в каждой баночке своя ложка или какое-то приспособление, вот такую, например, можно для меда, да, прикупить. Потому что вот такой штучкой, как, не знаю, она правильно называется, очень удобно будет доставать мед. Вот какие у нас есть еще с обычной ложкой. Ну да, и в принципе все. Ну, не знаю, мне кажется, какая-то хлипковатая немножко конструкция. Хотя стекло, не знаю, вроде бы удобно, но вот честно, мне, наверное, такая не нужна. Что вы думаете? Ну вот в отделе соков и воды ничего нового, но вот очень большой сегодня выбор сады Придония. Мне кажется, выгодно 55 рублей за литр. Есть сегодня яблочный, яблоко черная смородина, яблоко персик, яблоко вишня. И внизу еще даже яблоко, морковь. Раньше когда-то покупала, еще когда сын был помладше, просил покупать эти соки. Я, честно говоря, соки как-то вообще не очень люблю. Для меня уж лучше, наверное, чашечка свежезаваренного чая. Ну, народу сегодня много, наверное, больше ничего не поснимаю. Уже как бы в следующий раз. Ну, в общем-то, какие-то интересные новинки я вам показала. Магазин, кстати, у меня достаточно большой. Здесь находится Фикс Прайс в таком небольшом торговом центре. Как я уже сказала, Москва, Руднево, дом 2. Пока снимала, на меня так подозрительно все смотрели в магазине. Ну, не знаю, интересно ли вам подобные видео, подобные критические обзоры полочек Фикс Прайс. Не знаю, насколько у меня что-то получилось снять и вам показать. Ну, может быть, сделаю как-нибудь еще одну попытку. Приеду, может быть, или рано утром к открытию, или вечером к закрытию, когда будет народу поменьше. И меня люди не будут так стеснять.